Сегодня в нашей постоянной рубрике «Призвание» мы расскажем о человеке, который более 40 лет готовит талантливых спортсменов, достойно представляющих нашу республику, на соревнованиях самого различного уровня. Заслуженный работник физической культуры России Абрек Лепшоков вырастил целую плеяду чемпионов. О жизненном пути заслуженного тренера Карачаева-Черкесии материале Беллы Джозаевой. Борьбой Абрек Лепшоков профессионально начал заниматься в старших классах. Хотя на тот момент он мог похвастаться тем, что во дворе побеждал всех мальчишек, даже старше и крупнее себя. У него были хорошие природные данные – сила, ловкость и быстрота реакции. Кроме этого, Абрек обладал отличным музыкальным слухом и чистым звонким голосом. В школе выступал на всех районных конкурсах и смотрах и даже гастролировал некоторое время с ансамблем «Эльбрус». Но спорт был ему куда интереснее вокала. С большим удовольствием он ходил в спортивную секцию к одаренному тренеру, одному из первых мастеров спорта по вольной борьбе – Шамилю Бархозову. Именно с этих тренировок и начал Абрек Дубаевич свой путь в спорт. А первые серьезные победы, к примеру, третье место на первенстве Вооруженных сил СССР, второе место на первенстве Советского Союза, он завоевал в армии и сразу после службы. Еще неизвестно, чем бы моя певческая карьера закончилась бы. А здесь я, ну, пускай небольших, но все-таки некоторых результатов добился в этом виде спорта. И ни в коем случае не жалею. Причиной завершения спортивной карьеры Абрека Дубаевича стала травма. Когда он стал тренером, ему не было и 30, сегодня ему 70. За 40 с лишним лет его воспитанники не раз поднимались на пьедестал почета на различных первенствах и чемпионатах. Но самым важным делом в своей жизни Абрек Дубаевич считает занятия со слабослышащими детьми. Тренирует он этих ребят с 2003 года. Тогда, рассказывает тренер, к нему пришли трое юношей 15-16 лет. Он признается, что сразу даже и не понял, что они не слышат. Просто ребята были очень тихие, внимательные и дисциплинированные. Это были его первые чемпионы Рустам Чудчаев, Оли Амироков и Рустам Быттаев. Говорящие ребята, они отвлекаются очень много. Эти же прямо вот тебе в рот заглядывают, ни одного слова не пропустят. И ты, хоть они не слышат, твои объяснения не понимают, не отвлекаются и очень хорошие. На сегодняшний день Абрек Дубаевич находится в прекрасной физической форме. И о заслуженном отдыхе и не думает. Сейчас тренирует уже своих внуков. Говорит, что только личным примером можно добиться хороших результатов. Тренер должен, видимо, хорошо психологию ребят должен знать, чтобы они где-то окриком не навредить, не обидят. Особенно вот мой контингент, ребята, которые очень ранимые, чувствительные. И показывать все надо конкретно, во-первых, своим примером, где-то в жизни быть предельно честным, внимательным. Для каждого своего ученика Абрек Дубаевич старается быть не только воспитателем, но и лучшим другом. Как знать, какая судьба ждет их впереди. И не обязательно, чтобы они стали профессиональными спортсменами. Главное, считает Абрек Лепшоков, научить их быть настоящими борцами, не пасовать перед трудностями и идти по жизни достойно. Была Жозаева Исламурумов, Вести Карачаева, Черкесия.